понадобится вот эта вот резинка, которую можно растягивать. Стена. К стене привязан резиновый шнур. Длина 1 километр. Ну, фантастическая совсем ситуация, наверное, да? Не может быть. Здесь левый конец закреплен. Обычно вот так вот иллюстрируют закрепление жесткая стена. А этот правый конец мы держим в руке и можем его, этот шнур, растягивать. Причем тоже предполагаем, что неограниченно можем его растягивать. И в 20 раз, и в 30, и в 100 раз, и так далее. Идеальная ситуация, но вы привыкли, математика имеет дело, с идеальными объектами. А происходит следующее здесь, происходят такие события. Есть небольшой жук, который вначале вот здесь сидит, на этом шнуре. В некоторых книгах пишут, что героем является не жук, а червяк. Ну, червяк длиннее произносить два слова. Поэтому я буду говорить коротко. Жук. Так, и как этот жук себя ведет? Вот он проползает, ползет по этому шнуру со скоростью 1 сантиметр в секунду. Ну, довольно проводный, да, сантиметр в секунду. 21, ну, так, ползет. А дальше происходит следующее. Как только он 1 сантиметр проползает, этот шнур мгновенно растягивают, удлиняют на L. Значит, это вот первая позиция, вторая, второе состояние этой системы. Значит, давайте так буду писать, вот, справа буду обозначать длину этого шнура L. Длина получилась теперь 2L. Я пропорции здесь не буду соблюдать, потому что неудобно. Ну, понимаем. Помним. В первом случае длина L, во втором случае длина 2L. Так. Теперь давайте подумаем, что при этом происходит с жуком. Он останется на месте? Вот, допустим, такая ситуация. Вот жук прополз 1 сантиметр. Жук удалился от точки старта или нет при растяжении? Удалился. А расстояние от точки старта стало теперь каким? 2L, потому что пропорциональное увеличение. Значит, здесь, давайте я так буду писать. Сказалось, 2 сантиметра. 2 сантиметра. После этого, третья позиция. За следующую секунду жук еще проползает. 1 сантиметр. Значит, 2L. Жук прополз еще 1 сантиметр. Получилось 3 сантиметра расстояния. В ответ на это, правый конец шнура тянут и опять удлиняют на L. То есть, вот как мы тут сказали, на 1 километр. Значит, четвертая позиция. Значит, шнур оказался длиной 4L, то есть 4 километра. И наш жук тоже удалился теперь от точки старта за счет растяжения шнура. И вопрос такой в задаче. Сможет ли жук доползти когда-нибудь до конца шнура? Сможет. Сможет доползти или нет? Сможет. Сможет. Значит, мы каждый раз шнура увеличиваем на 1 километр, а он за каждую секунду проползает только 1 сантиметр. Так, Ваша? Почему в четвертом случае 4L, а не 3L? Да, я ошибся. Правильно. Вы сказали, что жук доползет, да? Да. Так, а почему? Потому что, ну, если веревку расстягивать дискретно, то есть, вон, прополз, потом растянули, то тогда это ровно N-ное гармоническое число делить на 100 тысяч. Хорошо. А вы не знали эту задачу раньше? Наверное, где-то уже встречали. Что-то слышал, но в основном все. Хорошо, понятно. Ну что же, вы дали правильный ответ. Оказывается, что жук досилит. до конца шнура. Попробуйте провести эксперимент. Вот я обращаюсь к вам ко всем. Поспрашивать своих друзей, знакомых. И подблюдайте, какой будет их реакция. Как они ответят на этот вопрос. Поползет, доползет до конца или не доползет. Вот. Сейчас мы докажем, что в действительности жук действительно доползет до конца шнура. Где еще можно прочитать об этой задаче? Сначала мы говорим журнал к вам. Можно прочитать об этой задаче и в книге, которая называется так. Конкретная математика. Этой книге примерно лет 15, наверное, уже. Она переводная. Авторы этой книги Грэхэм, Кнуд и Поташни. Это переводная книга. Эта задача тоже, оказывается, рассматривается. Поэтому я бы отнес эту задачу к наиболее ярким задачам из элементарной математики. Хорошо. Давайте мы составим математическую модель вот этой ситуации. Этой ситуации. Представим себе, что мы вот эту процедуру повторили К раз. И что же у нас получается? Значит, шнур резины растянут за счет L. Значит, К раз мы растягивали, значит, длина у него будет КА, допустим. Я не очень строго здесь говорю, здесь что надо писать. К плюс один или КА. Это не важно, на самом деле. Так, хорошо. А расстояние жука от точки ставка, от левой концевой точки, обозначили Х с индексом К. Х с индексом К. Значит, операция, которая здесь осуществляется, состоит из двух действий. Из двух действий. Значит, сначала жук проползает один сантиметр, потом растягивает. Проползает, потом растягивает. Значит, вот посмотрим, что дальше будет происходить. Так. Значит, ну тут надо подумать о том, как согласованы единицы. Ну, можно считать, что L тоже в сантиметрах у нас. L в сантиметрах, и ХК, это тоже в сантиметрах длина. Так. Первый шаг. Пока что у нас шнур остается не растянутым. И ХК плюс один. Один сантиметр, жук прополз. Теперь аккуратно надо посчитать, на каком расстоянии он окажется после того, как Резиновый шнур растянули, и его длина стала, значит, если к этой длине прибавить, К плюс один L. Как можно найти новую, новое вот это расстояние, это уже будет Х с индексом К плюс один. Х с индексом К плюс один. Я думаю, что это проще всего так объяснить. Использовать соображение пропорциональности. Вот, посмотрите. Резинка не растянута. Сколько вы здесь видите частей этой резинки? Четыре, да, тут вот четыре узелка у меня. И вот этот жук прополз одну четверть пути. Если я растяну, то по-прежнему жук будет находиться в точке старта на расстоянии равном четверти новой длины шнур. Значит, пропорционально происходит увеличение. Значит, здесь тоже можно составить небольшую пропорцию. Значит, Х с индексом К плюс один. Это новое расстояние относится к старому, вот оно, как новая длина шнура относится к старой длине шнура. Если новую длину шнура разделить на это, то их сократится и получится К плюс один делить на К. Так? Ну, осталось отсюда выразить ХК плюс один. Значит, ХК плюс один как получается? Значит, это есть К умножить на ХК плюс один разделить на К плюс один. Вот из этой пропорции выражаем Х с индексом К плюс один. Подождите, надо К плюс один остаться в числителе, а два... Сейчас посмотрим. Наоборот, да? Ага. Ну вот. Верно. Значит, в числителе здесь надо написать К плюс один точку умножить, а внизу К. Правильно. Значит, обратите внимание, вот эта вот единичка, это к индексу приваляется. Значит, что же у нас получается? Получается рекуррентная последовательность. Или, как иногда говорят, возвратная последовательность. У вас Х с ИК плюс первая степень, вы просто написали это. Вот здесь надо поправить, да? Здесь ХК плюс один, то есть ИК плюс один. А, вот, вот. Кайминская единица, так же с ИК тоже плюс один. Хорошо. Вот здесь единица большая. Вот. Так, хорошо. Так, кажется, правильно. Но поскольку это действительно важная форма, давайте я ее сейчас напишу, так сказать, постараюсь хорошим почерком. То есть соблюдая размер. Значит, Х с номером К плюс один есть дробь сверху К плюс один умножить на скобках. Вот таков закон, по которому изменяется, увеличивается расстояние от стартовой точки до Жука. Последовательность рекуррентная. Мы видим, что каждый последующий член с номером К плюс один выражается через предыдущие члены последовательности с номером ХК. Так, ну, вскоре мы рассматриваемся, такие последовательности. Я просто напомню, что, скажем, геометрическая прогрессия, там какой закон? ХК плюс один, это есть предыдущий член прогрессии умножить на пункт. Ну, арифметической прогрессии Х с номером Н плюс один, это предыдущий, прибавить разность арифметической прогрессии, вот так. А здесь немножко-то, кстати, посложнее. Так, хорошо. Будем изучать эту прогрессию, эту последовательность. Каким же образом ее можно изучать? Надо как-то преобразовать это выражение, чтобы можно было увидеть закономерность. И чтобы что-то можно было сказать про эту последовательность. Ну, давайте попробуем, сейчас немножко экстримизировать на диске, чтобы не смотреть там в свои черновики. Х, смотрим, К плюс один равняется. Так, что можно сделать? Сверху можно раскрыть скобки. Сколько получится слагаемых? Давайте, в общем, К умножить на ХК. К, нет, так, еще, плюс ХК, плюс К, плюс один, делить на К. Правильно? Давайте умножим обе части этого равенства на К. И тогда получим К умножить на Х с нормой К плюс один, равняется К плюс один ХК плюс К плюс один. Вот так, да? Так, а теперь еще одно преобразование. Значит, обе части уравнения давайте разделим на произведение. Давайте произведение. Обе части уравнения разделим. Тогда слева получится Х с нормой К плюс один разделить на К плюс один. Справа ХК разделить на К плюс... Что еще плюс? Сверху. Совершенно верно. Сверху. Ну и тогда, поскольку у нас вот эти знаменатели связываются с индексами, они просто равны. Естественно рассмотреть новую последовательность. Догадаетесь, какую новую последовательность будем рассматривать взамен ставлю? И тогда на языке У с номером К равняется ХК делить на К. Вот новую последовательность рассмотрим. И тогда на языке УК это вот как получится. Так, У с индексом К плюс один равняется УК плюс один делить на К. Ясное дело, что теперь эти числа У с индексом К это фактически какие числа? Гармонический, потому что каждое число со следующим номером получается из предыдущего добавлением вот этой дроби. Помните тогда, да? Один плюс одна вторая, а следующее это это плюс одна третья. Ну то, что тут немножко индексы не совпадают, это неважно. Так, значит что же мы получаем? УК это на самом деле гармонические числа, аж с индексом К. А мы знаем, что эти числа неограниченно возрастают. Не вполне, аж К это чуть-чуть. Да, с некоторым дефектом. Это можно подправить, если я сейчас не выведу. Как говорил в одном из стихотворений Маршак. Но лучше, если строгая строка хранит веселый жар черновика. Ну мы же с вами весело вот сейчас вот решали эту задачу. Поэтому я думаю, каждый из вас, кто заинтересовался этой значей, легко вот по этим записям дома придет, а вот здесь нужно было, мне с самого начала можно здесь писать, заменить там К на К без единицы. Это небольшая погрешность. Хорошо, это есть гармонический ряд. Стало быть, а мы хотели с вами изучить последовательность х с индексом К. Вот она. Итак, вывод, результат на К изыскание. Расстояние жука от стартовой точки х с индексом К, это есть, если мы х как-то отсюда выводим, это есть К умножить на H с индексом К. На H с индексом К. Вот. И это есть расстояние, которое проползает с жук от точки старта. А шнур до резинового постоянно растягивают, и его длина равна КЛ. Тоже мы это помним. Здесь поправьте, то К умножить на H с К минус первое. Да, Александр Васильевич. Ну, можно здесь написать. Давайте напишем здесь. Хорошо. К плюс один. Вот так. Да? Нет, там К и H. К и H к минус первое. Здесь? Нет, чуть выше. А, вот здесь. К и H с индексом К минус 1. Хорошо. Тогда здесь я по-прежнему оставляю х. Вот так. Значит, вот это расстояние у нас. Вот такое. А длина шнура вот такая. Вот я планировал рассказывать это на прошлой лекции, но не уместилось. Не уместился этот материал. А сейчас уместно сказать, что это задача на преследование. На преследование. Можно сказать, что вот этот конец шнура убегает от жука, а жук его преследует. Догоняет. И вот в этом смысле эта задача примыкает к тем задачам, о которых речь шла в прошлый раз. Вы помните, там в Круглом озере проплавал ученик, а по берегу учителя, и ученик должен был от учителя убежать. Вот это была задача. Вот они в этом смысле объединяли. Осталось нам сравнить две последовательности. Значит, это одна последовательность, а это другая последовательность. Одна числовая последовательность, а другая числовая последовательность. Конечно, посмотрите-ка, вначале у нас, допустим, при малых К, ну, скажем так, разум К, например, вид 10. Здесь L, это километры, километры. Здесь H, небольшие гармонические числа. К, значит, это малая величина по сравнению с этой вначале. Но это действительно так. Жук находится далеко, он даже не видит, где там шнура кончается. А если К теперь неограниченно увеличивается, если этот процесс продолжать бесконечно долго, то давайте сравним. Значение этой последовательности и этой. Тут легко их сравнивать, потому что и здесь множители К есть, и здесь. Значит, на этот множитель нужно не обращать внимания при сравнении, если мы одно разделим на другое. И тогда получается, что мы должны сравнить гармонические числа с фиксированным числом L. Что вы можете сказать про все гармонические числа и фиксированное число L для числовой прямой? А? Конечно, это же последовательность, значит, начиная с некоторого номера, эти гармонические числа все перейдут через эту границу L. Но это и будет означать, что в некоторый момент времени вот этот неутомимый жук достигнет конца шнура. Вот такое решение. Вы так представляете себе это решение? Или немножко по-другому? Я примерно так, только я решил вдаля, и вдаля общей длины, поэтому, короче говоря, у вас. Совершенно верно. Я так и рассчитывал, что именно этот отклик я от вас и услышу. Спасибо. Очень хорошо. Хорошо. Действительно, вот мы эту задачу решали в абсолютных величинах, а можно в относительных долях. Ну, самая популярная доля для оценки какая? Плюс-минус. А? Плюс-минус. Громче. Плюс-минус. Плюс-минус? Да, почти с минусом. Так. Доля – это часть. Какая часть самая популярная в школе для сравнения? В жизни самая популярная? Одна. Одна какая? Одна. Одна вторая? Сотая. О, односотая, то есть процент. Вот процент – это и есть относительная величина, потому что всегда процент от какой-то величины берется. Так вот, действительно, я должен сказать, что когда я первый раз уйдил эту задачу, я ее вот так вот и решил. А потом действительно нашел в источниках, что самое короткое решение – это в долях. Но пока что меня никто не перебивал здесь, никто не предлагал решать эту задачу в долях. Поэтому я считаю, что полезно иметь и такое вот подробное решение в абсолютных величинах. Что значит в абсолютных? Мы следим за длиной пути, который преодолел путь, и следим за длиной шнура. Вот все у нас здесь были длины. Или в сантиметрах мы договорились, там 10 в пятой сантиметрах и так далее. А можно действительно представить решение именно в долях, в относительных долях. Ну доли всегда относительные. Итак, краткое решение, самое короткое. Что значит мы решаем эту задачу в долях? Значит, давайте так, вот это 5 сантиметров, длина шнура. И за первый свой прыжок, жук преодолел путь 1 сантиметр за первую секунду. Давайте смотреть, какую долю от шнура он преодолел. Вот это расстояние. Это как мы можем сказать. Доля равняется. Ну и какова эта доля? 1 ль. Дальше, конечно. 1 ль. Дальше что происходит? Дальше происходит растяжение этого шнура. Шнур становится длиной 2 ль. Но доля по-прежнему та же самая. Доля, которая колоксизирует расстояние между процентами, та же самая. Это тоже та же самая доля. Значит, я решу. Доля равняется 1 ль. Что происходит дальше? А дальше он еще на 1 сантиметр увеличен. Ползает, да? Значит, я так напишу. Новая доля какая получается? Вот это все расстояние. Старая доля 1 ль. А теперь уже прибавляется 1 сантиметр от новой длины. То есть новая доля это вот 1 делить на 2 ль. Дальше я, пожалуй, не буду говорить. Не буду здесь быть многословно. Все понимаем, что если теперь будет длина 3 ль до вот этого доля, то есть доля это расстояние, где находится желудок, составляет долю от длины шнура. И эта доля равняется 1 делить на ль плюс 1 делить на 2 ль плюс 1 делить на 3 ль. Доля шнура. Понятное дело, что можно, если это продолжить, то записать так. Доля, доля, доля от к ль. Вот я так пишу. Доля от к ль. Какая же будет доля? 1 делить на ль плюс 1 делить на 2 ль плюс 1 делить на 2 ль плюс 1 делить к ль. Вот такая доля. Так, эту долю, эту сумму можно представить таким образом. Единицу на ль выносим за скобку. Это общий множитель. А в скобке остается 1 плюс 1 вторая плюс и так далее плюс 1 делить на к. А это есть гармоническое число. КТ. Значит, 1 делить на ль умножить на h с индексом к. Это доля. Но когда мы говорим доля, долька, то обычно представляем какую часть. Дайте, дольку от апельсина там. Доля наследства. Доля это часть. А давайте теперь посмотрим на то, что у нас получилось. Какая тут доля. Обычно долю сравнивают с единицей. Там с половиной, там меньше половины, больше единиц. Больше половины. Но взять долю больше единицы как-то в реальности не бывает, да? Дайте мне от этого яблока 3 вторых доли. Это надо другое уже яблоко брать. Ну давайте посмотрим, что мы можем сказать про это число. Это ведь число. L. Ну если так вот расписать, что у нас получается? L это у нас в сантиметрах, мы это считаем. 1 делить на 10. Так, 1 километр я вроде бы говорил. 1 километр это в сантиметрах. 10 в пятый и h гад. Вот какая доля. Что вы можете сказать про это число? Оно зависит от k. Правильно, потому что вот это же больше. И поэтому может случиться так, и обязательно произойдет, что некоторое h с номером k будет больше, чем 10 в пятый. Значит, жук проползет по шнуру больше, чем длина шнура. Но это и означает, что в какой-то момент жук окажется в концовой точке шнура. Вот в долях, быстрее, конечно, для результата получится. И вот в той книжке, которую я упоминал, конкретная математика, вот там гармонические числа упоминают. Там это сейчас рассказано. Так, книжка легко читается, вы ее можете перелистать, почитать. Она написана неформально. И вот там авторы предлагают гармонические числа называть червячными. И пишут на полях книги. Ну, смотрите, эти же числа, вот h с индексом k, они увеличиваются, но они растут так медленно, вот словно червяк-то, кстати, вот ползет, ползет и ползет. Но червячные как-то не очень мне понравились. Червяк обычно как-то несет негативное оттенок это слово, да? Вспоминайте, там беранжи, вот я сейчас вспомнил. Так я же червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, в сравнении с ним, с его сиятельством самим. Хотя в технике, например, червячная передача используется. Очень полезная техническая устройство. Червячная передача. Ну вот, на это можно поставить здесь логическую точку. Единственное, сколько же времени будет вот этот жук со скоростью 1 см в секунду ползти вот по этому резиновому шнуру, начальная длина которого 1 км? Это вот сейчас мы знаем, что h2 стопениката больше, чем 1,5 км. А, правильно, вот вы предлагаете такую довольно грубую оценку, да? Значит, у нас была оценка, что h с индексом, с номером 2 в степени n больше, чем 1 плюс, так вот написали, да? Да. Вот, так что можно прикинуть, да. Но есть более точное выражение для гармонических чисел, более точное представление. Оно связано с логарифмами. Я не буду про это говорить, вы в книжке можете прочитать. Но реально это время столь велико, оно больше, по-моему, времени существования Вселенной. То есть эта задача во многих смыслах такая идеальная, фантастическая. Тут и шнур мы растягиваем неограниченные, жук живет у нас бесконечно долго и так далее. Ну, так можете посмотреть, это и в интернете, и в книгах. Вот время достижения нашим жуком концевой точки велико. Продолжение следует...